Минувший понедельник на праздничной церемонии вручение наград глава города заявил, что на следующий год чествование медалистов будет проходить более масштабно в городском дворце культуры. Подробности в репортаже Ирины Павловой. Большое событие в жизни вгусняков свершилось. 13 ухтинцев подтвердили знания на золотую медаль, 29 на серебряную. В праздничной церемонии вручение наград принимает участие начальник управления образования Любовь Брюшкова и глава города Александр Марсенковский. Что всегда оставайтесь такими красивыми, такими несколько взволнованными, неравнодушными к жизни, это вам всегда поможет в жизни найти свое место и стать настоящим человеком, человеком, от которого зависит во многом порядок в нашем государстве. Каждый по чуть-чуть, а все вместе это много. Еще раз спасибо вам. Желаю больших-больших успехов. Всего самого хорошего. Добрый день. Это первая награда за упорный труд и стремление к знаниям. Первая взятая высота и заслуга в ней принадлежит не только виновникам торжества, но и родителям. Не случайно награждение медалями сопровождалось и вручением благодарственных писем родителям и выпускникам. Золотая медаль – это большая для меня награда. Это заслуга за мой труд, за труд моих родителей, главное всего педагогического коллектива моей школы. Бесспорно, победа медалиста принадлежит и школе, и ее руководителям, и учителям. Именно в школе они формировали знания, а также честность, порядочность, искренность и доверие, где наравне с физическими и историческими законами постигались законы дружбы, прививались морально-нравственные качества человека. Вручение цветов директорам школ номер 2, 3, 11 и другим руководителям учебных заведений, выпустивших медалистов – это признание их вклада в победу выпускника. Прежде всего показатель работы общеобразовательной школы. И наравне с такими школами, как 21-я, 20-я, 3-я школы, 14-я школы медалистов готовят и школы, находящиеся в поселках. Это школа 17, поселка Боровой, школа 22, поселка Озерный, школа 13, поселка Аэропорт. Это говорит о высоком потенциале учителей, работающих в наших общеобразовательных учреждениях. В напутстве глава города Александр Марсенковский выразил надежду, чтобы мысли и поступки выпускников не расходились делами на благо России и республики.